Продолжение следует... 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 Даже так? Что ж. Ну, может, выкрою время. Спасибо. Когда я могу вас увидеть? Чёрт! Мистер Бэйн? Да. Мистер Бэйн, с вами всё в порядке? Да, да, всё хорошо. Что вы говорили? Я спрашивала, можем ли мы встретиться у вас в офисе? Нет, нет, только не там. Давайте выберем местечко поуютнее. Как насчёт итальянского ресторана около кампуса? Восемь вечера. Ресторан Альфонсо? Хорошо, мистер Бэйн. Значит, в восемь вечера. До встречи и ещё раз спасибо. Не за что. До встречи. Так, ладно. Ладно. К вам, Алистер. Пусть зайдёт. Заходи. Спасибо. Начинаешь исправляться. Опоздал всего на 15 минут. Я уж думал, ты не появишься. Я дико извиняюсь. У меня часы сломались. Вы даже не представляете, какая сегодня пробка. Ты прав, не представляю. Садись. Спасибо. Знаешь, Алистер, я должен сразу же кое-что прояснить. Я понимаю, что я задержал сюжет, но этот проект... Задержал сюжет? Задержал сюжет? Но я уже сказал, я работаю над ним. Правда, работаю. Задержал? Давай-ка ещё разок повторим эту фразу. Задержал. Я же сказал, что работаю над ним. Не до лампочки. Что там у тебя стряслось? Знаешь, о чём я действительно пекусь? Я пекусь о твоём сценарии, который ты должен был сдать три месяца назад. Дело пошло в гору. Он почти закончен. Неужели? Что ж, это хорошие новости, чертовски хорошие, потому что у тебя две недели, чтобы сдать сценарий. Две недели или три уволен? Уволен? Вы не можете так со мной поступить? Вообще-то могу. Мы уже подыскали замену. Алистер, не будь ты одним из лучших сценаристов в Голливуде, я бы уволил тебя ещё два месяца назад. Но я иду тебе навстречу. Ты как? Может, воды? Или поесть чего? Хочешь? Я не хочу, чтобы ты умер у меня в кабинете. Не дождёшься. Повторю. Сценарий почти готов. Две недели более, чем достаточно. Чудесно. Замечательно. Как раз хватит времени на то, чтобы внести последние штрихи. Увидимся через две недели. Алистер, и ещё кое-что. Да. Прими душ. Роуз, знаю тебе это не по душе, но я бы хотел получить аванс. Но, мистер Бэйн, простите, я думала, вы в курсе. В курсе чего? Платёж за последний месяц был последним. Последним? Что это значит? Понимаю, для вас это может оказаться шоком. Но я только хочу сказать... Я хочу вам сказать... Ну так скажи, мать твою! Алистер... Алистер, это прописано в вашем контракте. Аванс, который мы вам выплачивали последние два года, был включён в ваш гонорар. И дело в том, что вы потратили всё. Если быть точнее... Мы должны вам 22 доллара и 47 центов. В таком случае, могу я получить свои 22 доллара и 47 центов. Пожалуйста. Но... Это без вычета налогов, так что, по сути, это вы нам должны. Мне... Жаль. Простите. Ясно. Но, может... Может... Не утруждайтесь. Нистец. Поехали! Нет! Нет! Мне как обычно. Можно вопрос? Что бы вы сказали, если бы один из ваших клиентов задолжал вам 700 долларов? Что начальству говнюки? Серьезно, Джек? Думаешь, зачем я здесь? Уж точно не для того, чтобы развлекать тебя. Заходил парень, искал тебя. Какой парень? Мои начальники, может, и говнюки? Но я чую неладное. Который час? Восемь. Мне пора. Алистер, оплатить кто будет? Запиши на мой счет. Да ты всегда так говоришь. Сукин сын. Восемь. Спасибо, Милл. Вы знаете, где находится ресторан Альфонсо? Кто ж не знает? Популярное местечко. Вы часом не знаменитесь? Был когда-то. Очень давно. Номер машины 666? Да. А что? Просто спросил. Не то, чтобы я верю в эту дьявольщину. Сейчас такое на каждом шагу встретишь. Разве нет? На каждом шагу. Вообще-то это весьма необычно. Не обязательно верить во всю эту мутотень. И так все видно. Имеющий глаза, да увидит. Имеющий уши, да услышит. Ладно, приятель. С тебя 9 долларов и 89 центов. А с тебя 13 центов. Я дал десятку. 13 центов? Вали-ка отсюда. Здравствуйте. Меня зовут Анжела. У вас заказан столик? Нет, простите. Я забыл позвонить. Прошу прощения, сэр. На сегодня у нас все заказано. Свободных столиков нет. Вон та девушка. Думаю, она ждет меня. Итак, расскажите мне про вашу первую встречу с этой девушкой. Лавини? Да. С лавиней. С лавиней. Да. С лавиней. Да. С лавиней. С лавиней. Вы должно быть лавиней, верно? Глупо. Глупо. Правда? Нет, нет. Все в порядке. Со мной так всегда. Для меня честь находиться в компании одного из знаменитейших сценаристов Голливуда. Благодарю. Приятно это слышать, но я думаю, вы немного преувеличиваете. Вы голодны? Конечно, я ни на чем не настаиваю. Вообще-то как раз голодна. Пожалуй, я закажу фиточини потанеско. Без понятия, что это, но звучит чертовски дорого. Простите. То есть вкусно. Прекрасный выбор. Я прочитала все ваши работы. И они потрясающие. Невероятно, чтобы один человек мог написать все эти блокбастеры. Это не так уж и сложно. Стоит только приноровиться. С удовольствием бы посмотрела, как вы работаете. Да там и смотреть-то не на что. Скука смертная. Просто посидеть в комнате, наблюдая как гений, спритворяет волшебство в реальность. Вы действительно переоцениваете мои способности. И, пожалуйста, зовите меня Алистер. 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 е футбин Меня нет дома. Оставьте сообщение после сигнала. Незревает нечто ужасное. Вы в огромной опасности, мистер Бэйн. Спасибо. Что-то не так? Черт, не могу найти свою кредитную карточку. Какой ужас. Нужно немедленно звонить в банк. Вы же не хотите, чтобы кто-то воспользовался картой? Как раз об этом думал. Но я точно знаю, где она. Просто я не уверен, хватит ли у меня наличных. Бросьте, я заплачу. Не волнуйтесь, не будем портить этот чудесный вечер. Вы такой славный и практичный человек. Настоящий голливудский писатель. Я не могу позволить вам сделать это. Разумеется, можете. Сколько? 120 долларов. Но здесь меня хорошо знают. Уверен, они записали бы на мой счет. Это ничтожная плата за обед с кумиром. Я настаиваю на ответные услуги. Что ж, раз вы настаиваете, разрешите мне прийти завтра в ваш офис. Стойте, я... Ну, хорошо, но... Только предупреждаю, атмосфера там не как на светском рауте. Это мне садить. Хорошо. Чем могу помочь? Я не знаю. Никогда этого не делал. Да-да, ты не первый, кто это говорит. Все очень просто. Ты даешь мне вещь, которую хочешь заложить, а я говорю, сколько дам тебе за нее. Я смогу получить ее назад. Конечно, конечно, через месяц плюс проценты. Ну же, у меня дел полно. Давай. Сколько дадите за них? Что ж, учитывая, что сейчас не полночь, они должны быть сломаны. Десять баксов. Десять баксов? Я купил за две тысячи. Это не моя проблема. Они сломаны. Слушай, у меня и так дел по горло. Десять так десять. Распиши здесь. Вот твои деньги. И копия. Спасибо. Я сменил замок. Ну же, мистер Сандерс, откройте. Я знаю, что ты там, старый пердун. Твою ж мать. Это личное? Чего ты до меня докопался? Я знаю, что ты там, старый пердун. Ты, 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 ты. Эй, Джек! Ты оставил дверь открытой? Эй! Есть кто? Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Субтитры сделал DimaTorzok Роза Здравствуйте, мистер Бэйн Здравствуйте Я вас знаю? Конечно, знаете, только не помните Я бы вас точно запомнил Но не запомнили Нет Не запомнил Как я и сказала Разве вы не должны быть дома, писать сценарий? Еще раз, как он называется? Я работаю над ним Ах, точно Вы еще и не начинали Откуда вы? Знаю Знаете Наверное, это было грубо с моей стороны? Нет, нет Мне просто интересно, как вы узнали Все думают, что сценарий почти закончен Мой продюсер Дал мне две недели Иначе он меня уволит Это будет очень грустно, потому что у вас выйдет великолепный сценарий Откуда вы это знаете? Вы ясновидящая? Задавайте правильные вопросы Полагаю, проблема в том, что у меня творческий кризис В голове ни малейшей идеи Ни одной Вы должны написать про меня и наши отношения Правда? Я мог бы Но Я о вас ничего не знаю Это только добавит таинственности, разве нет? Пожалуй Я должна покинуть тебя, Алистер Уже поздно Чуть не забыла Я позаботилась о твоей проблеме с арендной платой С арендной платой? Ты не могла бы повторить? Эй Решил укокошить меня? Ты что делаешь? Еще даже семи утра нет Что такое? Дверь была открыта, но тебя здесь не было Ты... Ты видел красивую женщину? Послушай Приятель Я только что открыл дверь, она была заперта И я тебе уверяю, что нет тут никаких красивых женщин Наверное, ты заснул за столиком, а я тебя не заметил Иди домой Проспись Спасибо, Джек Спасибо Эй По крайней мере, тебе приснился хороший сон Я ничего не понимаю Вы должны слушать меня очень внимательно Потому что я сам это с трудом понимаю Я просто рассказываю вам то, что произошло Значит, на следующий день вы проснулись у себя в комнате Да Да, иду Вы себя хорошо чувствуете, мистер Бэйн, то есть Алистер? Я готова? Я столько хочу от вас узнать Я чувствую себя превосходно Просто я работал всю ночь Так я и думала Гениальный писатель, работающий всю ночь до изнеможения Класс В грязном отеле, где он ищет вдохновение Не поймите меня неправильно, это комплимент Нет, нет, оставьте Это так атмосферно Словно я очутилась в старом фильме 50-х Вроде печати зла Историю кинематографа вы знаете Я обожаю старые черно-белые фильмы в стиле нуар Целуй меня до смерти Дурная слава Убийство Тусклое освещение Опасные женщины Обмаз Ясно, ясно, ясно Знаете, я тоже люблю такие фильмы Прошу Присаживайтесь Знаете, когда я вас впервые встретила, я ожидала увидеть обаятельного человека Но теперь поняла, что ошибалась Чтобы стать настоящим писателем, нужно создать образ отчаявшегося и немного жестокого человека Лишь тогда можно изобразить подлинную смерть и глубокий смысл Да, в самую точку Я даже слегка забеспокоился, что вы распознали это сходу Теперь я вас отлично понимаю Знаете, я всегда пытаюсь найти себе подходящее место в истории, которую пишу Блестящая задумка О чем сюжет? Загадочное убийство или... Может, триллер? Может, да А может, нет Еще многое нужно доработать Я пока не знаю, чем она закончится Полагаю, вы не курите? Нет Но я могла бы пристраститься, если бы провела здесь побольше времени Вы хотели бы, чтобы я закурила? Во всех старых черно-белых лентах актрисы курили, а в этом есть что-то сексуальное Довольна об этом Не желаете чашку кофе? С радостью составлю вам компанию Спасибо Мне чашечка не помешает Вы знаете, я предпочитаю быстро растворимый Чтобы не отвлекаться от работы Давайте я вам помогу Извольте Горячий Не обожгитесь Вот до чего могут довести хорошие манеры Вам не обязательно хорошо варить кофе Ваш конек писательства Знаете, я всегда Пишу начало в последнюю очередь Чтобы не убить творческую мысль Это поистине гениально Этому нас на кафедре не учат Не возражаете, если я буду делать заметки? Да нет Всегда Пишу начало в последнюю очередь Послушайте У меня идея Мне нужно кое-что набросать Ну, разумеется Вы даже не заметите, что я здесь Я буду сидеть тихо, как мышка И ничего не трогать Ничего В убогом заведении с подавленным видом сидит мужчина В баре никого нет Даже бармена Он пьет, пока, наконец, не засыпает Он засыпает прямо на столе Вдруг его будет прекрасная незнакомка Не отвлекаетесь Алло Я Лавиния, ассистентка мистера Бэйна Чем могу помочь? Да, мистер Сандерс Минутку, пожалуйста Это мистер Сандерс Управляющий отеля Насколько я поняла Скажи ему, что меня нет Да, мистер Сандерс Мистер Бэйн в данный момент очень сильно занят Лавиния, Лавиния Нет Он не клюнет на эту чушь Поверьте, я пытался Ну, что вы хотите ему передать? Может, вам стоит перезвонить? Нет, 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 нет Дайте, я с ним поговорю Да Знаете, мистер Бэйн Возможно, я слегка погорячился Сменив замки Что ж, вы могли бы подождать Да, но вам не о чем беспокоиться Ваша милая подруга Заплатила за полгода Женщина? Заплатила? За аренду? Да, она пришла ко мне Я долго не мог поверить Такая красотка Ну... Ну, мне пора Пока Пока Лавиния Это прозвучит странно, но... Это вы расплатились за меня? Разумеется, нет, мистер Бэйн Зачем мне это делать? Хороший вопрос Зачем тебе это делать? Неважно Забудем об этом Вы что-то хотите мне сказать? Нет, нет, ничего Не думаю, что это хорошая идея Наверное, я слегка перетрудился Я не против, если вы встречаетесь с кем-то На самом деле, у меня есть разумное объяснение всему этому Какое же? Все Немного Немного Запутано Не возражаете, если мы Прогуляемся? Мне нужно глотнуть свежего воздуха Очистить мысли Спасибо После вас Чудный день, не так ли? Доброе утро, сэр Я капитан Маккарти А вы, должно быть, Алистер Бэйн Не так ли? Да Это я И никто другой Я Не будете так любезны ответить, в каких отношениях вы состояли с этой женщиной? Можно взглянуть поближе? Разумеется Сними отпечатки пальцев, Джек Зачем это? Стандартная процедура Я спрашиваю вас еще раз, в каких отношениях вы состояли с женщиной на фото? Ни в каких? Я никогда ее не видел Разве что? Разве что? Во сне По крайней мере, я так думал Во сне Да Вы издеваетесь, мистер Бэйн? Нет Потому что Я последний, кому вам следует переходить дорогу Особенно сегодня Мистер Бэйн Эта женщина была зверски убита прошлой ночью И это еще мягко, мягко сказано Опознание трупа пришлось делать по зубам Если не возражаете, я, пожалуй, вас оставлю Лавиния, никаких проблем, только предъявите документы Да, конечно Вам нечего опасаться, если, конечно, вы кого-то не убили Я пошутил Пока что никто Огромное спасибо Пока что никто никого не обвиняет Мы просто делаем свою работу Мне кажется, вы оба обрадовались, окажись Вы на месте сенатора Митчелла Сенатора Митчелла? Именно Старшего Могу я идти? Детектив Пожалуйста Конечно, но после того, как скажете, что вы делали с мистером Бэйном Я учусь в Калифорнийском университете и брала интервью у мистера Бэйна На того, как его стали обвинять в убийстве Этого я никак не ожидала Лавиния Что ж, простите, что помешал вашим занятиям Удачного дня Спасибо Еще увидимся, мисс Лавиния Надеюсь, нет Интервью? Да Мистер Бэйн У меня сейчас нет при себе ордера Но я думаю, что мы могли бы все уладить И поболтать в непринужденной обстановке внутри Наедине? Да В непринужденной, если не возражаете Нет Идемте Хорошо, сюда Займись отпечатками Живо Не трогайте Сюда могут заглянуть посторонние Присаживайтесь, мистер Бэйн Позвольте мне выразиться предельно ясно Вы не похожи на убийцу Иначе мы бы с вами сейчас не разговаривали По крайней мере, не здесь Я похож на убийцу Потому что не являюсь им Курите? Нет, спасибо Пытаюсь бросить И все же Одна крохотная улика Указывает на вас, сэр Прямо как Перст судьбы Я Вы не против, если я налью себе выпить? Только если нальете мне Конечно Простите, я Я Я просто подумал, что полицейские Не пьют при исполнении Не верьте всему, что слышите При исполнении я только и делаю, что пью Незаметно, разумеется Незаметно Ваше здоровье Слушайте, я знаю, что вы мне не признаетесь А мне и признаваться Не в чем Я уже сказал, что не встречал эту женщину Разве что во сне Точно Знаю, что это звучит как бред Поэтому я и не решался вам говорить Я бы вам поверил, если бы Не телефонный звонок Какой звонок? Она звонила вам перед тем, как ее убили Вообще-то это Последнее, что она сделала Мне никто не звонил Можете сами проверить Уже проверили И? Вы Не часто прослушиваете сообщения на автоответчике Верно? Точно Назревает нечто ужасное. Вы в огромной опасности, мистер Бэйн. Мы фантазеры или фантазии? Мне показалось, что тут резко стало жарко. Это серьезная улика. Но у меня железное алиби. Когда она мне звонила, я ужинал в ресторане Альфонсо с Лавинией. Может быть. А что она сказала напоследок? Я не уверен. Что-то про фантазеров? Или фантазии? Или сны? Она сказала, мы фантазеры или фантазии? Думаете, она это сказала? Я абсолютно уверен в том, что она сказала. Но... Чтобы проверить эту версию, мы покажем запись экспертам, на всякий случай. Послушайте. Я ничего не понимаю. Зачем она мне звонила? И почему? Почему я в опасности? Я надеялся, что вы мне это скажете. Мистер Бэйн. Я хочу, чтобы вы слушали и мотали себе на ус. Я знаю, что у вас есть алиби, но вы единственная ниточка, которая связывает нас с убийцей. Осознаете вы или нет? Но вы по уши в дерьме, мой друг. И на вашем месте я бы подумал... Очень хорошо подумал, какая роль в этом спектакле вам отведена. Понимаете? В этом спектакле? Нет никакого спектакля, мистер Бэйн. Вам нужно успокоиться. Хорошо? Успокойтесь, присядьте и расскажите мне еще раз про ваш сон. Договорились? Хорошо. Отлично. После ужина с Лавинией я отправился в мой любимый бар, где я изрядно напился и заснул на столе. Утром меня нашел бармен. И все. Тогда-то вам и приснился сон про эту женщину. Как бы бредово это ни звучало. Но вот какая штука. Да, какая? Во сне она сказала, что заплатила за мое жилье. Женщина из сна заплатила за ваше жилье? Именно так я убедился, когда Сандерс подтвердил эти слова. Полагаю, я услышал достаточно. Мистер Бэйн, если вы вспомните еще что-то полезное, позвоните мне. Хорошо? Спасибо, детектив Маккарти. Приятно было пообщаться. Да. Чем могу помочь, детектив? Маккарти. Капитан Маккарти. Хорошо. Чем обязан капитан Маккарти? Вы не узнаете эту женщину на фото? Разумеется, узнаю. Она внесла квартплату за мистера Бэйна. Да, она заплатила наличными за полгода вперед. Это она. Вы уверены, что это была именно она? Не каждый день здесь увидишь милое личико. Клянусь жизнью, это была она. Раз вы так уверены, не подскажете, в котором часу она заходила. Да, подскажу. Ну, прошлой ночью, после десяти вечера. Я смотрел телевизор, пил пиво, и тут на пороге появляется эта дива. Просто, просто невероятно. Могу представить, что? Если заметите что-нибудь необычное, позвоните мне. Да, непременно, капитан. Спасибо. Так на кого работал этот тип? Маккарти. Сейчас вспомню. Неважно, неважно, неважно. Итак, что было дальше? Важно. Субтитры сделал DimaTorzok Когда полицейский показывает ему фотографии убитой женщины, он с ужасом понимает, что это та самая красотка, с которой он встретился в баре. Он не может отделаться от чувства, что что-то не так. Он убежден как никогда, что в его словах должна быть доля истины. КОНЕЦ 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 Роберт Митчелл, сенатор Калифорнии. До встречи в 8 часов вечера. КОНЕЦ 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 Нет, я её соседка. Её нет. Вы... Простите, не знаете, где она может быть. Это очень срочно. А кто её спрашивает? Да, это мистер Бэйн. Алистер Бэйн. Вы этот писатель? Я не уверена, но думаю, она всё ещё на занятиях. Должна скоро подойти. Ей что-нибудь передать? Да. Я уже сказал, это очень срочно. Пожалуй, я смогу подъехать через 20 минут. Вы не могли бы передать ей, чтобы она подождала меня, пожалуйста? Конечно, передам. Отлично. А где именно вы находитесь? Риберхолл, 7 Норд, комната 781. Благодарю. Уже еду. Я уже собиралась уходить. Я жду вас больше часа. Дико извиняюсь, пробки. Я понимаю, что вы должны быть потрясены. Но мне нужно с вами поговорить. Я обеспечила вам алиби перед капитаном Маккарти. Давайте найдём место потише. Я не хочу, чтобы вы оказались в опасности. Но вы единственный человек, которому я могу доверять, если... Если что? Если со мной что-то случится. Случится с вами? Маккарти вам не рассказывал про телефонный звонок? Нет. Убитая женщина была женой сенатора Митчелла. Она позвонила мне и оставила сообщение как раз перед смертью. Я узнал это на следующий день от Маккарти. Она вам звонила? Да, на автоответчик. И что она вам сказала? Что я в опасности и что-то невнятное. Насчёт фантазёров и фантазий. Да, и Сандерс, увидев фото, подтвердил, что это та самая женщина, которая заплатила за моё жильё. После того, как её якобы убили. Якобы убили? Точно. Мы ведь не знаем, мертва она или нет. Да, наверное. Тише, тише, тише. Вы ещё не слышали лучшую часть. Не знаю, хочу ли я. Нашёл у себя. Подсунули под дверь. Маккарти знает? Про письмо? Нет. Что ж, полагаю, теперь у вас есть о чём писать. Это точно. Хоть какое-то утешение. Какова ваша версия? Честно? Я думаю, что сенатор Митчелл или один из его сообщников убили её, потому что она что-то узнала. Кто бы это ни сделал, теперь ему нужен простофиля, козёл отпущения. Учитывая его положение и людей, с которыми он общается, за этим дело не встанет. Почему же они просто не убрали её по-тихому? Не знаю. Но у новичков это вызвало бы замешательство. Помутнение рассудка, если хотите. Перед завтрашней встречей у меня уйма времени для того, чтобы писать. Единственное, чему я научился и что меня никогда не подводило, это проницательность. Самое странное, что моё воображение и реальность синхронны. Как я уже сказал, если что-нибудь со мной случится, я хочу, чтобы вы взяли мою историю и опубликовали. И что потом? Загляните вглубь истории. Если я прав, вы найдёте отгадку там. Итак, мне пора. У меня много работы. Алистер. Сенатор делает ему предложение, от которого он не может отказаться. Если не деньги, то эта видеокассета вас точно заинтересует. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, это Лавиния. Я вас разбудила? Да, и я рад, что вы это сделали. Мне нужно с вами увидеться. Почти полдень. Можете подъехать на угол Третий и Вестмант через полчаса? Там есть кафе. Третий и Вестмант через полчаса. Думаете, здесь безопасно? Пожалуй, из всех параноиков, что я встречала, вы самый главный. В моем ремесле... ...капля параноии может избавить тебя от кучи проблем. Это ваш сценарий? Все как обычно. Убийство, теория заговора, вымогательство. Ух ты. Это потрясающе. Оставьте себя. По дороге я сделал копию. Эпизод с видеокассеты просто гениален. То есть он знает, что не виновен, и все же пленка доказывает обратное. Это не просто подарок. Я хочу, чтобы вы сохранили его, если что-то случится. А вы? Но разве это не плод вашего воображения? Возможно, это не просто плод воображения. У меня дурное предчувствие. Так вы действительно считаете себя тем самым козлом отпущения? Да. И бьюсь об заклад, сенатор сделает мне такое предложение. Послушайте. Я правда не хочу вас впутывать в это дело. Просто сохраните сценарий на всякий случай. Вы единственная, кто не смеется надо мной. Мне нужно возвращаться в кампус. У меня занятия, не могу пропускать. Будьте осторожны. И обещайте позвонить сразу, как только... Договорились. Не волнуйтесь, я буду в порядке. Бегите. Вы ведь позвоните? Продолжение следует... Сколько веревочки не виться, все равно оборвется. Проклятые ублюдки. Проклятые ублюдки. Проклятые ублюдки. Проклятые ублюдки. Все-таки писатель. Вы писатель. И сочиняете истории. Да, хорошо. Расскажите мне про сенатора, который по чистой случайности заглянул к вам на огонек. Так и было. Я не лгу. Добрый вечер, мистер Бэйн. Что-то не так? Нет, ничего. Тогда не соблаговолите меня впустить. Они постоят за дверью. Хорошо. Благодарю. Я не привык попусту тратить свое время, так что сразу к делу. Держитесь подальше от моей жены. Вы мне угрожаете? Да. Можно сказать и так. И мне от вас нужно кое-что еще. И что же именно? Не морочьте мне голову. А впрочем, давайте сыграем. Мне нужен сценарий, который вы пишете? Или что? Послушайте. Есть масса способов оторвать вам яйца. Так что я всего лишь прошу отдать мне сценарий. Я заплачу за него куда больше, чем любая киностудия. И зачем вам понадобился мой сценарий? Если вам приспичило знать, то вы еще тупее, чем я полагал. Подумайте. Если не деньги, то эта видеокассета вас точно заинтересует. Дело не терпит отлагательств. Так что не затягивайте с решением. Я не славлюсь терпением. Я не славлюсь терпением. Я не славлюсь терпением. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Конечно. Проходите. Могу я где-нибудь посмотреть видеокассету? Вы явились сюда, чтобы посмотреть Словении видеокассет? Послушайте, все очень запутанно. Пожалуйста, ответьте на вопрос. Конечно. Почти везде. Например? Что-нибудь придумаем. Успокойтесь. Я спокоен. Ладно. Вы не могли бы подождать за дверью, пока я одеваюсь? Боже. Скорее же, скорей. Не кричите на меня. Вы ведь знаете, что существуют такие штуки, как DVD и компьютер, да? Если вы не против, я пойду снова спать. А если кто будет спрашивать, вы меня не знаете. Хорошо? Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Слышите... Аааа! Аааа! Присядьте. Нам нужно поговорить. Садитесь. В следующий раз мне придется применить эту штуку, чтобы наверняка. Уяснили? Да. Не знаю, как вам сказать, но вашу подругу убили. Вы про лавиню? Да, ее ведь так, кажется, звали. Как? Когда? Сегодня вечером. Не так давно. А вам не кажется весьма подозрительным, что убиты две женщины и обе связаны с вами? В последний раз я видел лавиню сегодня днем. Что ж, это был последний раз, когда ее видели живой. А камеры наблюдения? Загвоздка в том, что пленка с камеры наблюдения пропала. Пропала? Да. Вы знаете, где она? Нет. Если вам есть что сказать, советую начинать. В прошлый раз я пытался вам кое-что рассказать, но вы подняли меня на смех. Вы о великом заговоре, да? Вот видите, вы снова начинаете. Глубоко извиняюсь. В чем состоит ваша новая теория? Кто-то хочет меня подставить. Вот как? Именно это я и сказал лавиньи. Она знала мою теорию, и я отдал ей копию сценария на случай, если что-то случится. То есть с вами. То есть со мной. Помните сообщение? У меня не было причин полагать, что это она в опасности. Вы все еще думаете, что это сенатор несет ответственность за смерть своей жены? Да? Он был здесь. Кто? Сенатор? Да. И предлагал мне деньги. Зачем? Мне вам по слогам произнести? О, он хотел выкупить у вас сценарий, да? Да. Что еще вам непонятно? Можно мне взглянуть? На сценарий? Да, дайте взглянуть, как доказательство невиновности. Не могу. Рано или поздно его прочтут. Возможно. Чем он заканчивается? Заканчивается? Что? Сценарий ваш. Чем он заканчивается? Пока не знаю. Надеюсь, эта часть еще не написана. Это единственная полная копия. Это хорошо. Не волнуйтесь, я его верну. В моих руках ему ничто не грозит. И ему срочно нужно было просмотреть видеокассету? Да. Вы ее смотрели? Есть предположение, что на ней? Нет. Я отправилась спать, а он ничего не сказал. Ага. Он у вас? Да. И мне известно, что это единственная копия. Отлично сработано. Кто там? Что вам нужно? Что вам нужно? Да. Что вам нужно? Что тебе нужно? Позвонить. Вы позвонили доктору Абели Стайнер. Она занята. Оставьте сообщение после сигнала. Это Алистер Бэйн. На днях вы оставили мне свою визитку. Я хотел бы задать вам несколько вопросов. Перезвоните мне. Что было потом? Потом пришли ваши ребята и забрали меня. Мистер Бэйн, вы дома? Мистер Бэйн, выйдите, пожалуйста. Что происходит? Вы Алистер Бэйн? Да. Я детектив Марина, а это мой помощник Брайан. Мистер Бэйн, выходите. Подойдите сюда. Вы арестованы за убийство Лавинии Кордоба. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. По законам штата вы имеете право на один звонок. Вам это ясно? Ясно? Да. Мистер Бэйн, это ордер на обыск. Прежде чем мы войдем, есть ли в комнате что-то, что могло бы угрожать мне или моему напарнику? Нет. Хорошо. Можно мне одеться? Разумеется. Следуйте за мной. Это ваши? Ничего не трогать. Одевайтесь. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Капитан Маккарти. Я же вам сказал, никакого капитана Маккарти не существует. Но я разговаривал с ним прошлой ночью. Сколько раз? Мне еще повторить. Слушайте, у нас хватит улик, чтобы упечь вас за решетку. Но я хочу дать вашей странной истории шанс. Это точно не один из наших. Либо он частный детектив. Но он точно не работает ни на нас, ни на правительство. Может, он работает на какое-то агентство? Давайте забудем эту версию, ладно? Есть одно но. Если бы он работал на агентство, а по вашей версии вас хотели подставить, как думаете, мы бы вас нашли? Что вы об этом думаете? Сдается мне, он чокнутый. Совсем больной на голову. Возможно. Но я в этом до конца не уверен. Полагаю, никто здесь про этого парня не слышал. Капитан Маккарти? Отдел убийств. Такого не существует. Ну и дьявольщина. Послушайте это, если не верите мне. Это Алистер Бэйн. Вы оставили мне визитку на днях. Я хотел бы задать вам несколько вопросов. Перезвоните мне в... Меня это не особо удивляет. Мы нашли это, проверив автоответчик. Его? В точку. Я не знаю, в какую игру вы играете, но я вас уверяю, капитана Маккарти не существует. Его нет. Вы звонили по номеру на визитке. Отключен. Но я ему звонил. А вы часто оставляете сообщения на собственном автоответчике? О чем это вы? Это Алистер Бэйн. Вы оставили мне визитку на днях. Я хотел бы задать вам несколько вопросов. Перезвоните мне в... Я не понимаю, что происходит. Как бы я хотел вам поверить, но не могу. Что? Часы. А что с ними? У меня были в точности такие же. Где вы их взяли? Бросьте. Нет, серьезно. Который час? Полночь. И я объявляю перерыв. А что насчет сценария? Какого сценария? Когда вы нашли тело Лавинии... Сценарий был при ней? Сценарий? Сценарий. Книга. Пачка страниц. Что угодно. Нет. Простите. 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 Продолжение следует... Мистерия Продолжение следует... 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 Продолжение следует...